В эфире канал ОТС «Итоги недели» в студии Николай Сальников. Здравствуйте! Будни позади. Самое время узнать о ключевых событиях недели. Авторы репортажей. Коротко о том, что взволновало жителей региона в эти семь дней. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В институте горного дела разработали установку, которая с помощью ударной волны способна заглянуть на несколько сот метров вглубь земли, а потом в теории и предотвратить горные удары. Не так много времени остается до начала весеннего сезона полевых работ. В этом году к аграриям особое внимание. У всех свежа в памяти парадоксальная ситуация минувшей осени. Когда селяне собрали рекордный урожай. Больше трех миллионов тонн зерна. И при этом понесли серьезные убытки. Но в шедшей неделе проблемы аграрного комплекса и жизнь на селе в целом обсудили в областном правительстве. Разговор шел без парадных отчетов и сухих цифр статистики. Значения которых зачастую не соответствуют реальному положению дел. Отвечать за развитие сельского хозяйства теперь будет вице-губернатор. А для комплексного решения проблем будет создан специальный блок. Основная задача – качественное изменение уровня жизни на селе. Елена Мирошниченко продолжит. Сегодня в правительстве депутаты, министры и руководители хозяйств. Круглый стол идет два с половиной часа. Одно из главных решений – изменение структуры управления. Создают новую должность заместителя губернатора по развитию сельских территорий. Вести должность заместителя губернатора, который будет отвечать за сельское хозяйство, лесной комплекс, природные ресурсы и в целом за развитие сельских территорий. Понятно, что эта позиция на сегодняшний день вакантная. И вот с сегодняшним объявлением я, по сути дела, открываю открытый кадровый конкурс. Одна из главных проблем, которую придется решать – кадровый дефицит. За семь лет из деревень уехали почти 60 тысяч человек. Власти строят больницы, дома культуры и стадионы. Руководители хозяйств поднимают зарплату. Но огни большого города все равно манят сильней. В настоящее время сельскохозяйственной организацией области обеспечены главными профильными специалистами от 43 до 67%. Одной из причин стал демонтаж эффективной системы ранней профессиональной ориентации школьников для их закрепления в селе, в том числе после получения среднего и высшего образования. В последние десятилетия неотвратимый идет процесс оттока сельской молодежи. Проблему нужно решать комплексно. Это и строительство нового жилья, и программы для молодых специалистов, и целевое обучение в профильных вузах, чтобы выпускники были заинтересованы возвращаться в родные деревни. А государственная поддержка будет как минимум на прежнем уровне. Меры поддержки села, независимо от того, меры поддержки производителей или меры, направленные на комплексное развитие сельских территорий, сокращать в объемы мы точно не должны. При этом, с учетом непростой ситуации, которая сложилась в 2017 году, возможно, нам нужно принять меры и оперативного характера по дополнительной поддержке. Мы об этом говорили на прошедшей сессии законодательного собрания. При этом нужно создавать и новые возможности для переработки. Продав муку, хозяйство заработает в разы больше, чем реализовав зерно. А масло стоит на порядок дороже молока. Концепцию развития села будут разрабатывать на разных уровнях власти. Такую задачу поставил сегодня глава региона. Справедливости ради отмечу. Новосибирская область – не единственный регион, где обозначились проблемы в агрокомплексе. Целый ряд экспертов заявляют о симптомах приближающегося структурного кризиса сельхозотрасли страны. Например, по мнению директора Центра агропродовольственной политики Ранхикс при президенте России Натальи Шагайда, сегодня в стране сложилась структура, способствующая монополизации рынка. В качестве примера, в 2015 году 350 сельхозорганизаций из 21 тысячи произвели почти половину всей продукции, а 61% хозяйств выпустили всего 4%. И такие перекосы сейчас повсюду – от растениеводства и животноводства до производства молочной продукции. К другим темам. О военных действиях в Афганистане сегодня много споров. Одни называют боевые столкновения ненужными, другие – необходимыми. Меж тем мало кто не согласится с очевидным. Солдат, который выполняет приказ Родины, достоин уважения. И если пустить на самотек политический кризис у ближайшего соседа, то это может очень плохо закончиться. На минувшей неделе отметили 29-ю годовщину вывода войск из Афганистана. Эта война унесла жизни 15 тысяч советских солдат. Из них 141 новосибирец. Двое наших земляков в результате боевых действий удостоены звания героев посмертно. Лейтенанты Димаков и Амосов. В Новосибирске память боевых товарищей почтили на монументе славы. Хоть и говорят, что мы зашли, через 10 лет вышли, но мы много сделали для даже афганского народа. Вы знаете, я всегда привожу такую цифру. Когда советские войска вошли в Афганистан, тогда в Афганистане было чуть больше 16,5 миллионов населения. Из них, из этих 16,5 миллионов, только 3% было грамотных. За 10 лет мы построили школы, институты, образованность, то есть грамотных увеличилось до 25%. В следующем году, к 30-летию вывода советских войск из Афганистана, в Новосибирске на Красном проспекте завершат работу нацкульптурной композиции, посвященной участникам локальных конфликтов. Впрочем, сегодня в мире тоже неспокойно, а значит, нужно быть во всеоружии. На одном из новосибирских полигонов прошли учения с участием зенитно-ракетных комплексов «Панцирь-С». Основная функция военной техники – защита от удара с воздуха стратегически важных наземных объектов, в том числе и гражданского назначения, коих у нас немало. Например, плотина ГЭС и завод НЗХК. На вооружение новосибирских частей поступили 6 «Панцирей». Стоимость каждого по неофициальной в силу секретности информации – около миллиарда рублей. Андрей Баев побывал на месте работы боевых машин. На лицах улыбки за плечами автоматы. Экипажи зенитно-ракетных расчетов с новейшими установками «Панцирь-С» готовы выдвинуться к месту боевых стрельб. Минута на постановку задачи и команда по машинам. Через несколько сотен метров колонна якобы попадает в засаду. Первую учебную точку проходят успешно. Вторая – обнаружение и захват цели и, собственно, сами стрельбы. Правда, ракетных залпов сегодня не было. Для такого оружия Шиловский полигон не предназначен. Передвижной комплекс «Панцирь-С» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Аналогов нет ни в одной армии мира. Еще одно применение этого грозного оружия – сопровождение наших боевых ракет. Например, таких, как «Триумф», которые способны уничтожить цели с точностью до нескольких метров на расстояние тысяч километров. Однако наши ракеты могут сбить беспилотники или маленькие снаряды. Тут-то и вступает на защиту система «Панцирь». Специальные артиллерийские орудия выстреливают 5000 выстрелов в минуту. От этого не спасется даже снаряд от простого миномета. Еще одна уникальная характеристика нашего зенитно-ракетного комплекса – вести огонь установка может одновременно всеми видами оружия по нескольким целям в движении на скорости до 30 километров в час. С такими стражниками на земле, говорят военные, в воздухе никто не страшен. Пожалуй, самый нашумевший за последнее время в России конкурс завершился. Более 200 тысяч заявок и сотни участников, которых называют лидерами России. Напомню, суть идеи – отыскать талантливых менеджеров в самых различных сферах – от сельского хозяйства до фармакологии. И дать им новые компетенции, чтобы использовать ценные кадры на благо развития страны. В начале декабря, во время промежуточного этапа конкурса, в нашей студии побывал федеральный куратор проекта Алексей Комиссаров. И вот итоги подведены. Среди лидеров России – 5 новосибирцев. Теперь признанные менеджеры получат наставников из числа видных государственных деятелей, а также гранты в 1 миллион рублей на дополнительное образование. Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области уже заявил, талантливые новосибирцы войдут в кадровый резерв правительства региона. Я рекомендовал всем моим коллегам, всем своим заместителям встретиться с участниками полуфинала при их желании. Сам я тоже провел уже некоторые встречи с участниками этого проекта. То есть спектр взаимодействия достаточно широкий. От кадровых назначений до использования их возможностей как экспертов. В ходе встречи с журналистами Андрей Травников рассказал о результатах работы специальной комиссии в Колыванском районе. Группа членов правительства, в состав которой вошли сразу несколько региональных министров, выехала в муниципальное образование сразу после гибели двух детей. В Рио губернатора считает, что несчастный случай – это не просто стечение обстоятельств, а утрата элементарной социальной ответственности некоторых муниципальных чиновников. И деньги-то были. И трубопровод был заменен на полиэтилен, на пластик. Только не введен в эксплуатацию в свое время, а так эта труба ушла под снег и морозы. Ну и, соответственно, не восстановлено было благоустройство, не выполнено, не закупано ям. Второе, что я обратил внимание, мы слышим иногда ответы – вот это не наше, это районное. Или наоборот – это не наше, это поселение. Здесь эта граница была проведена слишком четко и жирно. Не может глава района часто и постоянно говорить, что это не мои проблемы, это проблемы поселения. Поселение находится на территории муниципального района. Также глава отвечает за все вопросы, которые там возникают. Также как губернатор отвечает за все вопросы и проблемы, которые возникают на территории области. Независимо от того, что ряд из них входят в прямые полномочия муниципальной власти. В минувшую пятницу глава Колыванского района Виктор Аверин ушел в отставку. Напомню, еще раньше, 5 февраля, пост руководителя поселка Колывань покинул Алексей Дорофеев. К другим темам. Материя – одна из форм энергии, которая может быть преобразована в другие виды энергии. Пожалуй, это самый известный вывод теории относительности Альберта Эйнштейна. Вот только есть одна загвоздочка. Если мы говорим о материи, например, в виде кирпичей, то легко представляем склад из них, ну, как минимум поддон. Но как можно складировать энергию, да еще и так, чтобы воспользоваться ею в любой момент? И вот на ушедшей неделе новосибирские ученые презентовали проект по созданию устройств, способных накапливать большое количество энергии и отдавать без потерь, когда это потребуется. Новую систему уже тестируют, а результатов ждут не только ученые, но и инженеры крупной нефтегазовой компании. Мария Черешнева расскажет подробнее. Принцип работы этой системы можно сравнить с работой водонапорной башни, где есть резервуар с водой. Здесь тоже резервуар, но только с энергией. Вот эти батареи. По сути, система автоматически регулирует мощность электроэнергии. Сравнение с бесперебойником инженеры называют некорректным. Скорее, это система контроля. Компенсирует резкие перепады мощностей и регулирует качество электроснабжения. Проще говоря, не допускает прерывания подачи энергии, если случится замыкание. Стоимость системы в зависимости от ее функционала оценивают в десятки миллионов рублей. Это выгодно там, где сейчас дорого топлива, его необходимо завозить, там северный завоз. Там очень хорошие экономические эффекты, несмотря на довольно высокую по сравнению с обычными решениями стоимость. Она гораздо шире выполняет функционал и экономит денежные средства на этапе планирования капитальных затрат. Пока в этих цехах систему тестируют. Вскоре сертификация и, наконец, выход на рынок. Разработкой новосибирских инженеров заинтересовалась крупная нефтегазовая компания. Какая, пока не говорят. Объявят сразу после подписания контракта. Поставка этой установки будет означать открытие процесса формирования в России новой отрасли. Ее нет. И мы стоим у ее истоков. Эта отрасль называется «Система хранения электрической энергии». Мы стартуем с корпоративного рынка, как называем. Но рынок домашних хозяйств – это приоритет. 80% рынка систем накопления энергии – это домашнее хозяйство. У компании весьма амбициозные планы сделать мегаполис чуть ли не столицей систем хранения электроэнергии. Уверяют, разработка пригодится в том числе в городском хозяйстве. К слову, в Минске – это город побратим Новосибирска – подобные системы, но китайского производства уже начали внедрять. Городские власти теперь обсуждают с коллегами, чтобы в Белоруссию уехали и новосибирские разработки. И в продолжении темы научных разработок. Добыча полезных ископаемых для некоторых стран – чуть ли не единственный источник пополнения бюджета. Но с каждым годом недра истощаются, и поиск ресурсов становится сложнее. В Новосибирском институте горного дела представили уникальное устройство, которое способно фиксировать наличие залежей на километровой глубине. У оборудования есть большая перспектива и в сейсмологии. Установка может пригодиться для прогнозирования землетрясений. Сергей Толмачев встретился с разработчиками. Они перед болгаркой сверлят дрелью, а в качестве исходных материалов используют обычный пластик, железную трубу и предметы из магазина сантехники. Главная цель – создать сильную направленную ударную волну. Сжатый воздух, сильный магнит и грамотное применение законов физики позволяют обойтись для этого маломощным мотором. Дальше работает принцип охолота. Волна бьет в землю на глубину до километра, а у камня, нефти или воды разная плотность, и каждый слой поглощает удар по-своему. Так можно определить, где находится угольный пласт или подземное озеро. Преимущество новосибирского оборудования в том, что его могут переносить на себе два геолога. Зарубежные аналоги тяжелее, дороже и капризнее в работе. Американская установка, удар ее основан на взводе резины. Причем эта резина производится только в Соединенных Штатах. Сейчас ее здесь не производят, и даже в Европе ее достать практически невозможно. Эта резина при температурах ноль и минус, она буквально начинает рваться. Уже сейчас эти машины используют геологи из Пермского края. У нашего горного института с ними договор о сотрудничестве. И не только по разведке ископаемых. Это город Березники, который стоит над пустотами. Под домами бывшие шахты, грунты смещаются, и люди живут в постоянном страхе перед обвалом. А Новосибирская установка поможет точно определить положение полостей и забетонировать их. В дальнейшей перспективе предсказать землетрясения. Ведутся работы по прогнозированию землетрясений с использованием данных машин. Эти машины, как потенциал их использования, потенциал их подчеркну, это как раз снижение напряженно-деформированного состояния. Вот, как бы массива горных пород. Для цель минимизация. Чтобы не было жертв. Сейчас инженеры создают новую ударную машину. С пластиковым корпусом в два раза меньше. При этом мощность волны сравнима с той, с помощью которой забивают сваи. При этом установка безопасная. С ней работают в подвальной мастерской в 30 метрах от тоннеля метрополитена. В Новосибирском парке «Россия. Моя история» новая экспозиция. Авторы мультимедийной выставки не ученые-историки, а молодые ребята-волонтеры. Тема – без вести пропавшие участники Великой Отечественной войны. Поисковые отряды вели раскопки на местах жестоких схваток с фашистами. В Ленинградской, Сталинградской, Московской, Ржевской битвах. Буквально по крупицам собирая останки, значки, письма, документы, элементы одежды. 60 имен и судеб героев больше не безызвестны. А в Хуйбышевском районе на ушедшей неделе поздравили со столетним юбилеем свидетеля Великой Победы – Григория Иосифовича Гайдамакова. Именно он и такие, как он, шли в бой со словами «Не шагу назад! За нами Москва!». Защищая столицу от нацистской нечисти, наш земляк дважды был ранен. Служил разведчиком в 521-м стрелковом полку. Об отваге и мужестве солдата сегодня говорят его награды, среди которых медали за боевые заслуги, за отвагу, за оборону Москвы. Вы смотрите итоги недели на канале ОТС. Далее в программе. Новосибирцы начали жаловаться на деятельность юридической компании в железнодорожном районе. Работники конторы берут деньги, а про обязательства забывают. В регионе выбирают 10 лучших врачей. Кому пациенты ходят в гости спустя годы после выписки? В стране отметили День Святого Валентина. Кто принес европейский праздник в Сибирь? В минувший четверг благоустройство Новосибирска в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» обсудили общественники. Свои выводы о подготовке мегаполиса к участию в программе представили эксперты Общероссийского народного фронта. Они уверяют, мнение горожан не спросили или сильно ограничили в выборе. Меж тем, объем федерального финансирования проекта – сотни миллионов рублей. Александр Куршев с места событий. Мы никогда бы не узнали, что за нашей стороной уже все решено. Примерно так Константин Антонов, руководитель Фонда развития гражданского общества, охарактеризовал работу городских властей, когда те решали, на что потратить федеральные средства, предназначенные на благоустройство дворов, улиц и парков мегаполиса. Больше полутора миллиардов рублей предстоит освоить на дизайн проекта Новосибирска до 2022 года. Всего для реконструкции горожане определили 45 объектов, но мэрия посчитала, что достаточно трех, указав бюллетене голосования, улицу Ленина, часть Красного проспекта и Зайльцовский парк. Кто участвовал в обсуждении утверждений дизайн проекта? Мы улицу Ленина с вами увидели дизайн, дизайн проекта, рисунки, акварельные, краски месяц назад. И самое страшное, что на этом заседании главный архитектор города, прошу вас обратить внимание, впервые узнал от Анны Васильевны Терешковой о том, что оказывается существует дизайн проекта реконструкции Красного проспекта. По мнению участников конференции, мэрия нарушила требования федерального проекта «Комфортная городская среда». Подготовка к голосованию была формальной. Для полутора миллионного города выделили всего пять пунктов, где новосибирцы могли отдать голос за понравившийся объект. Этого мало. Во-вторых, самостоятельно выбрав зоны для благоустройства, городские власти игнорировали приоритеты жителей других районов города. И в-третьих, не подумали о транспортных развязках, когда начали перекраивать площадь Ленина. Категорически нельзя убирать два диагональных проезда с вокзальной магистрали с Красного проспекта. Категорически не нужно переносить автомобильную парковку от Аркады в Госбанку. Хотите убирать автомобили и сделать там некую локационную зону? Пожалуйста. Возможно будет проводить парады, то именно этот квадрат, если будет сделан именно таким образом, то можно, почему нет. До окончания голосования дизайн проектов остается менее двух месяцев. Урны будут вскрыты в день выборов президента. Но стоит лишь ждать интриги, ведь приоритеты в благоустройстве Новосибирска уже расставлены и всем известны. Мэрия должна изменить стилистику. Она должна выйти на разговор с гражданами. Нужно составить достаточно большой список объектов и дать гражданам свободу выбора. Активисты Общероссийского народного фронта резюмировали. О том, как будет благоустраивать город в ближайшее время, никто у горожан не спросил ни на одном этапе. По сути, по их словам, это ставит под сомнение вообще программу «Комфортная городская среда». Почему так чиновники поступают, у них спросить не удалось. Никто из них на сегодняшнее совещание не пришел. Хотя нет, один человек присутствовал из департамента молодежной политики. В редакцию канала ОТС обратились новосибирцы, которые считают себя пострадавшими от деятельности юридической компании. Люди оказались недовольны качеством услуг и при этом не могут расторгнуть договор, чтобы вернуть средства. По сути, в мутной конторе используют механизм сетевого маркетинга. Любыми способами втюхать товар, а потом хоть трава не расти. При этом стоимость товара, то есть юридических услуг, тянет на десятки тысяч рублей. А пострадавшим, чтобы защитить честь профессии, взялись помочь правозащитники из других организаций. Ваш покорный слуга разбирался в ситуации. Николай Воронков обратился в юридическую компанию, чтобы привлечь к ответственности лицо, причинившее ущерб. Однако сегодня мужчина вынужден искать управу на самих юристов, чтобы забрать назад 45 тысяч рублей за услуги, которые не были оказаны должным образом. В ответ на нашу претензию они прислали уведомление о том, что они готовы вернуть часть суммы, а полностью сумму они не вернут, так как якобы сплыл акт, который я подписывал, но на момент подписания в этом акте не было ни суммы, ничего не указано. Но потом в ответ на нашу претензию сплыл акт, где была уже указана сумма за услуги, которая просто была вписана, это понятно, раз, и которая является в десятикратном размере, может быть, больше, чем в среднем на рынке. Впоследствии Николай Воронков нашел и коллег по несчастью, новосибирцев, считающих себя пострадавшими от деятельности юристов ООО «Стандарт». Сегодня людям взялись помочь, и причем бесплатно, в другой юридической компании. Вот как там описывают сложившуюся ситуацию. За, скажем так, небольшой срок до обращения в суд, они начинают оказывать содействие, то есть начинают частичные проплаты вести, то есть возврат суммы. Всю остальную сумму они как раз и объясняют вот этими актами, которые ранее были людьми подписаны. То есть акты подписывались голыми, и всех остальных данных нет, они впоследствии дописываются. Вот сейчас в мировом суде железнодорожного района, во втором участке, как раз непосредственно, по-моему, три материала схожих находятся. Журналисты ОТС попытались получить комментарий от представителей юридической конторы, которой недовольны пострадавшие. А как вы с руководителем с вашим пообщались? Ваши правила. Санит. Мы снимаем вашу работу? Да. Да. Есть. Однако, после получасовых убеждений разговор состоялся. Как захотите, так и покажите. Мы не имеем права на свое мнение. Мы только... Вы же свободны. Мнение других людей. Вы же свободны. Ну, профессионально нам свое мнение запрещено. Мы только мнение тех, кто к нам обращается в рамках исследований показываем. А сказать, допустим, что вы вор, мы не можем. Ну и, наконец, ответ на вопрос. Чем вызвано столь большое количество жалоб на фирму? У нас 50 тысяч человек, 50 тысяч за три года. Представляете, какая это цифра? Очень огромная. Конечно, жалобы будут. У большой компании всегда есть какие-то жалобы. Это нормально. Уже после общения с юристами к журналистам ОТС прямо возле офиса обратилась жительница Новосибирска, которая, к счастью, отделалась бесплатной консультацией. Я пришла на консультацию. Они на элементарный вопрос мне не ответили. Я вот не юрист, и то я знаю ответ на этот вопрос. Я хотела у них получить консультацию дополнительную. Они не смогли мне ничего ответить. Вообще безграмотность страшная. Я вообще поражена. В интернете на ООО «Стандарт» также немало жалоб. На известном интернет-ресурсе у юридической компании ООО «Стандарт» 98 отзывов. Огромное количество из них крайне отрицательные. Как правило, люди жалуются на то, что сотрудники компании представляются адвокатами, на деле не имея такого юридического статуса. Другая часть недовольствия связана с тем, что в случае неудовлетворения качеством услуг специалистов юридической компании клиенты не могут забрать назад свои деньги. Есть, конечно, отзывы и положительные, но по странной закономерности авторы большинства из них оставили лишь один комментарий относительно этого предприятия, не обсуждая качество работы других компаний. А сейчас о настоящих героях профессии. В Новосибирской области проходит конкурс «Спасибо, доктор». Участников голосования определили простые жители. Всего же победу разделят 10 врачей. Среди добравшихся до полуфинала Илья Давыдов – анестезиолог, реаниматолог роддома Первой городской клинической больницы. Даже спустя годы после выписки пациенты поздравляют его с днем рождения и приходят в гости. Вот так с улыбкой к каждой пациентке. Говорит, врач должен быть еще и психологом. Особенно это важно в роддоме Первой городской больницы. Сюда привозят женщин в основном с осложнениями. Ксению Дударенко недавно перевели в обычную палату. Позавчера женщине сделали кесарево сечение. Экстренно. Затем сутки в реанимации. Операция была экстренная, естественно, я разволновалась. Стороны врача была поддержка определенного характера. Где-то юмор, где-то строгое слово, чтобы я пришла в себя. Где-то он может рассказать, как в той или иной ситуации он поступит, чтобы мне было хорошо, и я не волновалась. Пациентки на благодарности Илье Давыдову не скупятся, а он считает свою работу самой обычной. Это не столько профессия, сколько образ жизни. И ночью, и в отпуске он на телефоне. Всегда желание, какое-то стремление помогать людям. И, наверное, на этой профессии, в этой профессии максимально реализовал свое желание помощи. Общение с детьми, оно очень многое дает. Оно много дает позитива, оно дает много энергии. Работая в родильном доме, ты просто заряжаешься, на самом деле. Какой бы ты уставший ни был. Журналистам УТС повезло. У Ильи Давыдова в этот день нет операции. Но даже во время съемки от работы он не отрывается. В перерывах между заполнением карт и обходов рассказывает о своих пациентах, с которыми общается даже спустя много лет после операции. У беременной женщины случился разрыв матки с большим кровотечением. Очень длительная, сложная операция была. Это было лет 5-6 назад. Все закончилось, к счастью, благополучно. Все живы, и ребеночек жив, и мама жива. И после этого эпизодически она заходит к нам в гости. Эпизодически мы поздравляем друг друга с праздниками. В этот роддом пришел работать сразу после мединститута. За плечами 15 лет опыта. И теперь считается одним из лучших специалистов. Часто не бывает наслаждение, которое связано, когда необходимо оказывать анестезиологическую или анимационную помощь. Илья Михайлович в этом случае всегда участвует, всегда оказывает помощь, независимо, когда это произойдет, день, ночь. Если необходимо, приедет и окажет помощь. Поэтому это должно быть у нас. Это вообще отработано в нашем коллективе. Как акушерский анестезиолог, он один из лучших в городе Новосибирске. Когда выдается свободное время, Илья Давыдов читает книжки. Медицинские. А в конце рабочего дня спешит домой. Там его ждут дочка и сын. Поддержать своего любимого доктора жители региона смогут, зайдя на сайт Новосибирской областной ассоциации врачей, оставив там свой голос. До 16 февраля еще есть время. Затем экспертный совет подведет итоги и выберет 10 победителей. Церемония награждения 2 марта. В стране завершается масленичная неделя. Каждый день со своим названием. От встречи до прощенного воскресенья. Отовсюду пахло блинами. А в глубинке и вовсе катались на санях и пели старые песни о главном. В общем, до весны уже рукой подать. А в сдвинке главным блюдом недели стали пельмени. В райцентре прошел конкурс кулинарного мастерства. Хозяйки не только поделились собственными рецептами, но и рассказали об истории блюда. Золотая рыбка, три богатыря, цветочная поляна, мешочки с счастьем, розовый букет, не менее 10 наименований блюд. И это все пельмени. Пельмень произошел от пирожка. Как в пирожок мы ложим начинку. И нечаянно пирожок упал в воду, его сварили, и получился пельмень. И сейчас в пельменях тоже могут быть разные начинки. Это может и лук с яйцами. С какой начинкой делаете пирожки, с такой могут быть и пельмени. Заядлые рыбачки Наталья Якуба и Любовка Стенка сегодня всех угощают пельменями с рыбной начинкой. Защуки на перепелиных яйцах пельмени объедения. А бюджетные пельмени из местного домашнего карася, которого завалить вообще невозможно оторваться. А всего-то чуть-чуть сала добавили и совсем другой вкус. Необычный вкус и у жареных пельменей. Такое блюдо подает на татарских свадьбах. Невеста должна выкатывать тонкое тесто в тесто слоем и кольцом обручальным делать такие маленькие кружочки. Накладывается чайной или кофейной ложечкой мясо и налепливается. Очень тяжелый турбалин, кстати. Чем меньше пельмени, считается, тем невеста сильнее для своего мужа. А эти хозяйки любят экспериментировать. Одно тесто замешивают на минеральной воде, другие – только на яйцах. Гурманы добавляют разные приправы, мясную начинку обогащают соком овощей и зеленью. Все молодцы. Вкусно вообще. Красиво все. Ну как еще сказать. Замечательно. Замечательные хозяйки. Блюда разнообразные. В районном конкурсе «Сибирские пельмени» приняли участие шесть команд из сел района. Насколько творческие люди у нас живут в районе, особенно в малых селах. Женщины хотят себя реализовать, показать свое мастерство кулинарии. Итог получился неожиданным. Вместе приняли решение ежегодно проводить такой конкурс в районе и приглашать всех желающих. Любящее сердце стало символом минувшего вторника. В Сибири отметили День Святого Валентина. Праздник европейский, но прижился и у нас. В чем заслуга маркетологов. Ведь на любом сильном чувстве можно хорошо заработать. Если страшно, купи средства самозащиты. Если голоден, обед. Ну а хочешь признаться в любви, то как минимум цветы. А в случае серьезных намерений и обручальное кольцо сразу. Сергей Толмачев разбирался в делах сердечных и практических. Новоиспеченная семья Герасимовых стремилась услышать вальс Мендельсона именно 14 февраля. Чтобы святой и дальше опекал отношения, в которых так много романтики. Когда коллеги по работе обручаются на берегах Южных морей. Было очень романтично. Мы были на островах в этот день. Мы просто купались. Он спрятал кольцо. И незаметно из воды достал это кольцо. Взял меня на руку и сказал, выходи за меня. Еще лет 20 назад европейская традиция оказалась чуждой для Сибири. Любители экзотики вырезали валентинки из бумаги и писали признания от руки. Но за дело взялись маркетологи. И сейчас для миллионов россиян обойтись без подарков этот день считается ужасной обидой. Выручка магазинов растает в разы. А в ресторанах придумывают специальные блюда. Сегодня специально для Дня Святого Валентина готовим пиццу в форме сердца. Пицца у нас с курицей по нашему фирменному рецепту. С томатной пастой, с помидорами, шампильонами. Очень вкусная. Но если подарок можно сделать и своими руками, он, как известно, самый лучший, то на цветах сэкономить никак не удастся. В салонах предлагают как экзотическую флору со всех уголков планеты, так и обычные букеты роз. Цена повыше обычной, но не на много. Продавцы отыграются в Международный женский день. Более-менее такой хороший букет получается все-таки от трех тысяч. Сусочки сейчас подорожали. И чтобы сделать качественную композицию какую-то, чтобы глаз фокусировался на всем правильно, ну, все-таки две с половиной, три вот так вот. Отношение к этому празднику в большинстве случаев гендерное. Девушки чаще ждут 14 февраля, а мужчины могут и забыть поздравить. Для того, чтобы как-то по-особенному провести его вместе со своей второй половинкой. Ну, обычно я делаю валентинки своими руками и какие-то небольшие подарочки. Ну как, я проснулся с утра в день как бы вот святого Валентина, и у меня вообще нет настроения ни на что, но я как бы должен как будто что-то делать. А мог проснуться за три дня до этого, и у меня настроение поздравить девушку, сходить с ней куда-нибудь, но нет, я не могу, потому что сегодня не день святого. Ученый-генетик Павел Бородин тоже считает, любовь по расписанию не только неразумна, но и антинаучна. Сегодня в университете он будет читать лекцию о происхождении этого чувства по Дарвину. Именно любовь к ближним помогает передавать положительные качества потомству. Эти качества – это любовь к своему супругу, поскольку без этого вы не вырастите потомка. Это любовь к детям, это стремление избегать конфликтов с другими людьми, с которыми вы живете, поскольку если вы постоянно нарываетесь на конфликты, вы рискуете вообще не дожить до половой зрелости. Поэтому теория Дарвина – это абсолютно гуманистическая теория. День Валентина – первый в череде праздников ранней весны. Если сегодня кто-то не угадал с подарком, то еще есть шанс все исправить. У женщин 23 февраля, у мужчин 8 марта. Так прожил эти будни регион 54, а мы встречаемся на канале ОТС в следующие выходные. Позитивного всем настроения и легкого начала новой недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин